Любовь же родит повиновение, а повиновение родит неизменное постоянство, твердость в добре, подвиги борьбы с грехом, с помыслами. Далеко занять в себя злые помышления, предавая себя Богу, и Он покроет тебя десницей Своею. Не всякому помыслу своему следуй. Двести. Помыслов и пожеланий своих не исполняй. Смотри, не попускай уму твоему увлекаться памятью прежних грехов, чтобы они не возобновились в тебе. Не обращай в уме своем грехов, некогда совершенных тобой, чтобы они опять не возобновились. Будь уверен, что они прощены тебе в то время, когда ты предал себя Богу и покаяния. И немало в том не сомневайся. Об удовольствиях и утехах, которым предавался ты во время нерадения своего, не вспоминай. И речей о том не заводи. Говоря, я то сделал или это нарушил. Ибо это может послужить тебе в преткновение. О страстях, которым работал ты в мире, совсем не поминай. Чтобы опять не возбудить похотение, если чтобы это не послужило тебе соблазном. Апостол Иоанн в трех вещах совмещает все человеческие похоти, говоря, все же, что в мире есть похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская. Похоть плоти есть насыщение чрева множеством разных яд, за которыми следует нечистота блудная. Похоть отчей имеет предметом свои вещественные блага, преобладание которыми око или возносится, или влагает в сердце нечистые виды. Гордость есть, мирская любовь к шумной славе, высокое себе мнение, самовосхваление, жажда хвалы от других, которая заседает в умах наших по причине каких-нибудь суетных и приходящих внешних достоинств. Беря и любоимания, и непослушание, наипасе же многоедение. Чтобы не опутаться тебе сетью похоти своих, ибо они изгоняют страх Божий из сердца, из сыпь с лица. Придают любители своего низким и срамным делам, и отчуждают от Бога. Совлекись в гневливость, и облекись в кротость, отбрось в око развращенное, и возьми себе око простое, детское, чистое. Будь далек от гнева и от похоти, береги себя, равно как от всяких греховных пожеланий. Человек славтолюбивый, только приятного ищущий, ни на какое дело не гошь. Не будь славтолюбив, ибо славтолюбивых Бог не слушает. Тело и утехи его имей в ненависти, потому что они исполнены зла. Тело свое так изможди, чтобы оно было похоже на тело, лежащее на одре болезни. Борьба с гневом. Если нападет на тебя гнев, поспешнее гони его подальше от себя, и будешь радоваться во всей днежизни твоей. Отнюдь ни на кого не сердись, и всем прощай. Если кто неправильно укорит тебя, не разгорячайся. Будь мудрый, устать тех, кои худо говорят о тебе, заграждай молчанием. Не делись, если кто-нибудь говорит о тебе худо, потому что это одна из хитростей и злейших врагов наших, которые они полагают человеку препону, узнать истину. Не будь скор на гнев, и не держи зла на того, кто подвиг тебя на гнев. Если получишь оскорбление, не имей неприязни к тому, кто нанес тебе его. Но скажи, я достоин того, чтобы все братья презирали меня. 220. Не ропси никому, не причиняя оскорбления. Не воздавай злом за зло, не оскорблением за оскорблением. Ибо этим смиряет тебя сам Господь. Видеть, что ты не смиряешься сам с собою. И младшие, и старшие пусть молятся. Да не попущенные будет подпасть тиранству гнева. Кто подставляет другому ланиту, ударившему его в одну, тот обрадован в поношении своем. Господь наш Иисус Христос никогда не оставит его, ибо он благ и помогает душам, которые терпят ради его, ищут его, подавая им силы и крепость, пока не утвердятся в покое от страстей. И так радуйся, когда встречаются скорби и смущения, ибо за ними следуют сладкие плоды. Не бойся поношения от людей. Если увидишь, что какой-нибудь брат согрешил, не презирай его, не отвращайся от него, и не осуждай его, ибо иначе сам впадешь в руки врагов твоих. Не делай никому зла, и никого не осуждай. Ухо своего не подставляй, чтобы услышать худое от других, но будь снисходительной жалостлив к людям, и жив будешь. Не осуждай никого, ибо в этом твое падение. Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов твоих. Не осуждай никого из смертности, чтобы Бог не вознушался молитвами твоими. Никому, ни по какой причине не уставляй на вид каких-либо его недостатков. Никому не ставь в укор его немощи. Борьба со всеславием. Когда творишь милость, не уставляй того на вид. Если предаешься подвигам духовным, не хвалий тем. О добром деле, которое ты намерен сделать, не говори никому наперед, но сначала сделай его. Когда совершишь какие дела, добродетели, то невысокомудрствуй, не говори себе, я то и то сделал, потому что если будешь так поступать, мудр не будешь. Не будь славолюбив, и в сердце своем не держи самовосхваление. Говоря, я то и то сделал, в том и в том преуспел. Такие помыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот стал жилищем нечистых духов. Не оставляй воли Божией, чтобы исполнить волю людей. Человеку угодия. Божьи заповеди не нарушай из уважения к дружбе человеческой. Не будь лицемером или притворщиком, тем паче и лжецом. Не перед людьми только будь праведен, но сам в себе будь мудр, кроток, благодушен, терпелив, ревности, человека любив. С гордостью. Не возносись делами своими, каковы бы они ни были. Не возносись гордости и не хвались. Гордость далеко отгони от тебя, ближнего же твоего всех людей, почитай лучшими себя. Нет больше нечестий, как причинить кому-либо скорбь и возноситься над другими. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты спадешь в руки врагов твоих. 247. Не считай себя всезнающим и мудрым, то есть не говори сам знаю, сам умею делать, иначе пропадет трус твой, и корабль твой напрасно бежал до сели. Заключение. Кто не будет исполнять всего прописанного, тот подвигнет Бога на гнев. Я, Антоний, истину тебе говорю. Итак, преклони ухо твоего к словесам моим, сокрой их в сердце своем, и зная, что этими заповедями я предаю тебя Творцу. Если ты сохранишь их, будешь радоваться со всеми ангелами, а всех злых духов порожди скорби. Ходи же в их заповедях, и Бог будет с тобой, и ангелы его будут шествовать тебе. Душа же твоя исполнится благоуханием святых, и светом блаженных воссияет лицо твое, и станешь ты святилищем Богу, как и все святые. И встретишь, наконец, Господа, свеселим и радостью, и услышишь голос он, и говорящий, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над ноги я поставлю, войди в радость, Господина твоего. Не отступай ни от одного из тих наставлений, и Господь наш Иисус Христос даст тебе покой и совершит в мире дело, к какому приступил ты. Совершенные отцы наши, и те, которые подражали им, от исполнения их стали совершенными. Если к сказанному захочешь прибавить какой-нибудь из добрых дел, прибавь, и непрестанно высылай благодарение Господу нашему Иисусу Христу. 251. Каждую ночь слезами своими обливай ложе свое и смачивай постель твою, и смиряй себя перед Господом, да изгладит Он грехи твои, и тебя паки обновит, да подаст тебе помощь в совершение дел благих, и да дарует наследие Царства свое вечное, и Ему будет хвала, честь, слава и поклонение со Всеблагим Отцем и Святым Духом на ней пресно и во веки веков, Аминь. Изречение Святого Антония Великого и сказание о нем об отречении от мира. «Кто хочет с успехом совершать подвиг иночества, тому надо бы совсем рассчитаться с миром, и благо его все оставить, и делом из него выйти, и всякое пристрастие к вещам его отсечь. Эту истину впечатлительно внушил Святой Антоний одному брату, который, отказавшись от мира и раздав бедным все, что имел, удержал при себе малость, некую на суще нужды, и пришел к Святому Антонию. Старец, посмотрев на него, узнал, что в нем, и сказал ему, если хочешь быть монахом, пойди в такое-то селение, купи мясо, разрежь его на тонкие куски. И, скинув одеяние, развесь на плечи и на руки, и так, в таком виде, приди сюда. Брат сделал, как велел ему старец. И тут собаки, птицы и шерсть не окружили его и покрыли ранами все тело его. Когда пришел он опять к старцу, здесь спросил его, сделал ли он, что ему было приказано, он жалуясь, показал раны свои. Тогда Святой Антоний сказал ему, так бывает с тем, кто, оставляя мир, хоть малость какую изумение удерживает при себе. Ранами покроет его демона, истерзанный, пойдет он в брани. Того же предмета касается следующее сказание, сохраненное касьянам. Пришел к Святому Антонию брат, думавший, что нет никакой необходимости уходить из мира, и начал говорить, больше цены имеет тот, кто подвизается в городе или селении, исполняет все, что требуется для достижения совершенства духовного. Святой Антоний спросил его, да ты где и как живешь? Тот отвечал, живу в доме родителей, который доставляет мне все нужное. Это избавляет меня от всех забот и попечений, и я непрестанно занят только чтением, молитвой, без всякого развлечения, духа, чем-либо сторонним. Святой Антоний спросил его опять, скажи мне, сын мой, скорбишь ли ты вместе с ними в горестях, если с радостью их? Тот признался, что испытывает то и другое. Тогда старец сказал ему, знай же, что и в будущем веке будешь ты разделять учишься с теми, с кем в сей жизни делишь ты радость и горе. И не тем только вреден тебе, для тебя избранный тобой образ жизни, что он по причине каждодневной почти перемены житейских случайностей погружает ум твой в непрестанное помышление о земном, но и о том, что лишает тебя того плода, который получил бы ты, если бы сам трудил, трудами рук своих, добывал в тебе пропитание, по примеру апостола Павла, который среди трудов, проповедований Евангелия руками своими добывал нужное и себе и тем, которые были с ним. Как говорил он это эфесянам, сами знаете, что потребностям моим послужили руки моим мне и сущим со мною. Делал же это он в наше назидание, чтобы дать нам пример, как писал он в Песелникийском, и не бесчинствуйте, как есть некоторых у вас, которые суетятся ничего не делают. Вы знаете, как я показал вам пример, трудясь день и ночь, чтобы не тяготить кого из вас. Вот почему и мы, имея возможность пользоваться пособием родных, предпочитаем лучше добывать себе содержание в поте лица, нежели обеспечивать себе доставкой его от родных. Охотно избрали бы мы последний, если бы могли считать его более полезным. К тому же, знай, что если будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь достояние бедных и немощных. Что же делать? Оставивший мир вступает в совершенно новую область жизни, которая, хотя, конечно, не совсем безызвестной бывает для него, много, однако же, представляет сторон, которые невольно вызывают вопрос, что же делать и как жить должно. Святому Антонию не раз обращались к таким вопросам. И вот его ответы. Спрашивал ее об этом Аввапамбу, и он ответил ему, не уповай на свою праведность и истинно кайся о прошедших грехах, обуздывай язык, сердце и чрево. Вот что сказал он по всему же вопросу Авве Пимену, дело славнейшее из тех дел, какие может совершать человек, есть исповедовать ерекисой перед Богом и своими старцами, осуждать самого себя и быть готовым встретить каждое искушение до последнего издыхания. Иной некто спрашивал ее, что же мне делать, чтобы угодить Богу? Святой Антоний отвечал, куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога перед своими очами. Что бы ты ни делал, имей на то свидетельство в Писании. И в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сие три заповеди и спасешься. Еще одному ученику внушал он отвращение возгмей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и чести людской. Живи так, как бы тебя не было в мире всем, и обретешь покой. Семь. Вот что, как пишет святой Афанасий, говорил Авва Антоний к братьям, приходившим к нему, всегда имейте страх перед очами своими, помните того, кто мертвит и живит. 1 Царство 2.6 Возненавидьте мир и все, что в нем. Возненавидьте всякое плоткое успокоение, отрекитесь всей жизни, дабы жить для Бога. Помните то, что вы обещали Богу, ибо Он зыщет всего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, в день не совершайте, плачьте, рыдайте, воздыхайте в сердце своем. Испытывайте себя, достойны ли вы Бога. Придирайте плоть, чтобы спасти вам души свои. Подобное всему подробное указание того, что должно делать монаху, приводит святой Касьян. И, говорит он, входит дивное наставление блаженного Антония, что монах, стремясь к высшему совершенству не должно ограничиваться подражанием одному какому-либо из преуспевших отцов. Потому что ни в ком нельзя найти все роды добродетелей в совершенстве. Но один украшается ведением, другой сильным здравым рассуждением, третий тверд непоколебенным терпением, иной отвечается смирением, иной воздержанием, иной благодатной простотой сердца, тот превосходит других великодушием, а этот милосердием, тот бдением, а этот почему монах, желающий составлять духовные соты, должен, подобно мудрой пчеле, всякую добродетель заимствовать у того, кто наиболее освоен с нею, и слагать ее в сосуде сердца своего, не обращая внимания на то, чего нет у кого, но присматривать к той добродетели и ту себе усвоить, ревнуя, какой кто отличается. Если сделать перечень всего указана, окажется довольно просторной поприще для подвигов, спрашивается, какая сила движет на них труженика и поддержит ее в трудах? Сила это ревность о спасении, слава ради имени Божией, готовая на все. Есть эта ревность, уинока все подвиги в ходу, нет ее, все стало. Почему когда однажды брат, у которого не доставала этой ревности, пришедший к святому Антонию, просил его помолиться о нем? Великий старец ответил ему, ни я, ни Бог не жалятся над тобою, если ты не будешь заботиться сам о себе и молиться Богу. По сей же причине советовал он держать себя в постоянном внимании к Богу и в бодрственности, хваля, как великую добродетель, если кто во все время жизни своей работает неослабно Господу, и до последнего издыхания стоит на страже против поздней искусителя, потому убеждал не ослаблять себе ни в чем, но с терпением хранить всегда тот же дух ревности, говоря, монах, который несколько дней подвизается и потом послабляет себе, потом опять подвизается, опять не родит, такой монах все равно, что ничего не делает, и никогда не достигнет он совершенства жизни за недостатком постоянства, ревности и терпения, почему ищущего льгот называл он непонимающим своего чина и своих целей, и весь неуспех у иноков производил от недостатка усердия к трудничеству, потому, говорил он, мы не преуспеваем, что не знаем своего чина, не понимаем, чего требует дело, к которому приступаем, но хотим достигнуть добродетели без труда, от того, коль скоро встретим искушение в своем месте, переходим на другое, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола, но кто познал, что есть брань, тот не дает себе ослабы с Божьей помощью, но постоянно воинствует, замечательно на сей предмет слово святого Антония тем, которые одного не хотят, другого не могут, пришли однажды какие-то брати к святому Антонию и говорят ему, дай нам наставление, как спастись, старец отвечал им, вы слышали Писание? Писание очень довольна для вас, но они сказали, мы от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать, когда старец сказал им, в Евангелии сказано, если кто ударит тебя вправо и щупо, обрати к нему и другую, они говорят ему, мы этого не можем сделать, старец сказал, если вы не можете поставить другой, по крайней мере, переносите удары в одну, и этого не можем, отвечали те, если этого не можете сказать, старец, по крайней мере, не платите ударом за удар, братья сказали, и этого не можем, тогда святой Антоник сказал ученику своему, приготовь им немного варево, они больны, если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю, нужно молиться им, самим или других об них, чтобы пробудился в них дух ревности, нравственная энергия, но ревность сама по себе бывает иногда слепа и может принять направление несообразное с целями начатой жизни, почему должна быть ограждена руководителями, кто же сие руководители, святой Антоний указывает их два, свое рассуждение и совет опытных. Сошлись некогда отцы к святому Антонии, чтобы расследовать, какая добродетель совершеннее всех, и какая могла бы охранить монаха от всех сетей и вражий. Всякий из них сказал, что казалось ему правильным, причем одни похвалили пост и бдение, так как они упорядочивают помыслы, тонким делает ум и облегчают человеку приближение его к Богу, другие больше одобрили нищету и презрение вещей земных, потому что через это ум становится спокойнее, чище и свободнее от забот мирских, а потому приближение его к Богу делается более удобным. Некоторые хотели дать преимущество перед всеми добродетелями милосердию, потому что Господь скажет милосердным, придите благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира. Иные говорили иное, а святой Антоний сказал, все добродетели, о которых вы поминали, очень спасительны и крайне нужны тем, которые ищут Бога и которые пламенеют сильным желанием приблизиться к Нему. Но мы видели, что многие измождали свои тела чрезмерным отпащением, бдением, удалением в пустыню, усердно также ревновали о трудах, любили нищету, презирали мирские удобства до того, что не оставляли себе столько, сколько нужно на один день, но все, что имели, раздавали бедным. И однако ж, бывало, что после всего этого они склонялись на зло и падали, и, лишившись плода всех добродетелей, делались достойными осуждения. Причина этому не другая какая, как то, что они не имели добродетеля рассуждения и благоразумия и не могли пользоваться ее послобием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутье. Если мы будем идти царским путем, то никогда не будем увлечены наветниками нашими ни справа к чрезмерному воздержанию, ни слева к неравенению беспечности и разлинению рассуждения и сока души и ее светильник. Как глаз есть светильник тела. Так что если это око светло будет, то и все тело наших деяний светло будет. Если же око сие темно будет, то и все тело темно будет, как сказал Господь в Святом Евангелии Матфея 6,22. Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо и что худо. На этот же предмет указывает и следующее изречение. Кузнец, взяв кусок железа, наперед смотрит, что ему делать, косу, медь или топор. Так и мы наперед должны рассуждать, какой нам приступить добродетели, чтобы не напрасно трудиться. Ближе бы всего, конечно, руководиться своим рассуждением, если бы его всегда на все и у всех доставало. Но как этого сказать нельзя, то более верное и безопасное руководство есть. Это совет опытных. Всем смысле, говорит святой Антоний, я знаю монахов, которые после многих трудов пали и подверглись безумию, потому что понадеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал, «вопроси отца твоего и возвысить тебя в второзаконе 32.7». И еще Священное Писание говорит «у них нет управления и падает как листы». Притча 11.14 «И заповедует ничего не делать без совета, так что не позволяет даже духовное питье, преселяющее сердце человека, пить без совета. Когда говорит «без совета ничего не делает». Пирако 32.21 «И советом пей вино, человек без совета делает все дела свои, походит на город неогражденный, в который кто не захочет входит и расхищает его сокровища». Спрашивая других, Святой Антоний считал столь спасительным делом, что даже сам учитель всех обращался с вопросом к ученику своему, преуспевшему однако же, и как тот сказал, так и поступил. Ибо повествует, что когда Авва Антоний получил от императора Констанции письменное приглашение прибыть в Константинополь, то обратился к Павлу припростому с вопросом, должно ли мне идти? И когда тот сказал, если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, то будешь Авва Антоний, чем не одобрялось такое путешествие, то он спокойно остался на месте. Так и всем другим советовал поступать, говоря, монах, если можно, должен спрашивать старцев о всяком шаге, который делает в теле своей, о всякой капле воды, какую выпивает. Я знаю некоторых монахов, которые пали потому, что думали одни сами по себе угодить Богу. Таким образом, святой Антоний не одобрял доверия к своему суждению. Не потому ли отнесся он с похвалами и об Аве Иосифе, сказавшем на один вопрос из Писания. Не знаю, что этим, кроме смирения, выражалось и недоверие к своему уму. Это было так. Пришли к святому Антонию старцы, и с ними был Иава Иосиф. Старец желая испытать их, предложил ему изречение из Писания и стал спрашивать каждого, начав с младших, что значит все изречение. Каждый говорил по своим силам. Но старец с каждым отвечал нет, не узнал. После всех он говорит Аве Иосифу. Ты что скажешь о всем изречении? Не знаю, отвечал Иосиф. Аве Антонии говорит, Аве Иосиф попал на путь, когда сказал не знаю. Впрочем, и другим доверять советовал он не без ограничения. Надо бы наперед удостовериться в правомыслии и в опытности старца и тогда уже доверяться его слову и беспрекословно принимать его советы. Признак, по которому это можно распознать, есть согласие слова его со словом Божиим. Надо насмотреть, говорил он, на то, что повелевается. Если кто укажет тебе что-либо такое, что согласно с заповедями Господа нашего, примит вас покорностью и старайся соблюдать. Да исполнится и в нас слово апостола. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Николасам 5.13 и Христианам 5.21 Напротив, если кто укажет тебе что-то противное Божественным заповедям, то скажи дающему наставление. Если правильно тебя слушать более нежели Бога, Диане 4.19 Подобай соревноваться более Богу, нежели человеку, Диане 5.29 Будем помнить так же, что слова Господа. О, все мои, слушай гласа моего, и во сужение и душа, ибо не знает его голоса. Равным образом и блаженный Павел убеждает, говоря, если мы или ангел с неба будет благословить не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Повод к такому ограничению, вероятно, подали Ариане, которые привлекали им к себе видом благочестия, и потом напаяли ядом своего лжеучения. А может быть и то послужило к всему поводу, что иные брались руководить других, сами опытом неизведавши многого. На этот случай он имел обычай говорить. Древние отцы уходили в пустыню, и там многими своими трудами, врачевав души свои, уразумевали, как можно врачевать и других, почему возвратясь оттуда становились спасительными врачами других. Если же случится кому из нас выйти в пустыню, то мы прежде чем оздоровеем сами, берем на себя забота о других, отчего возвращается к нам прежняя немость, и бывают нам последние горше первых. Чего ради идет к нам слова врач исцелись прежде сам, чем возгревать ревность. В человеке ничто ровно не стоит, но то усиливается, то слабеет, так и ревность, то пламенеет, то погасает. В последнем случае надо на ее возгревать, чтобы совсем не погасло. Чем же и как? Во-первых, памятью о смерти. Неоднократно твердил святой Антоний всем напечатлеть в уме и сердце, что этот день, который мы проживаем, есть последний. Во-вторых, приведением на мысль того, что будет по смерти. Чтобы напечатлеть в душах своих учеников эту мысль, он рассказывал им, что открыто было ему самому, как повествует о том Афанасий Великий в его жизнеописании. Однажды, став помолиться перед кушением пищи около девятого часа, святой Антоний ощутил в себе, что он восхищен умом, и что всего удивительнее видит сам себя, будто бы он вне себя, и будто кто-то как бы возводит его по воздуху. В воздухе стоят какие-то мрачные и страшные лица, которые покушались преградить ему путь к восхождению. Путеводители Антониевы сопротивлялись им, но те приступали будто с правами, требуя отчета, не подлежит ли Антоний в чем-либо их власти. Надо было уступить, и они готовились вести счет. Но когда они хотели вести счет с самого рождения святого Антония, то путеводители его воспротивились тому говоря, что было от рождения, то изгладил Господь, когда он дал иноческий обед. Ведите счет с того времени, как делался он иноком и дал обед Богу. Но в этом отношении обвинители его ни в чем не могли уличить его, почему отступили. И путь к восхождению Антония сделался свободным и невозбранным. После всего святой Антоний стал ощущать, что он опять входит сам в себя и потом стал совсем прежним Антонием. Но он уже забыл о пище и весь остаток того дня и ночь всю провел в воздыхании и молитвах, дивясь, со сколь многими врагами предстоит нам брань и с какими трудами должно будет человеку проходить по воздуху. Тогда пришли ему на память слова апостола Павла о князе господствующем в воздухе. Ибо враг имеет в воздухе власть вступать в борьбу с проходящими по оному, стараясь преградить им путь. Почему наипасий советовал апостолу примите все оружие Божие, да мы могли противостать в день злый. Ихисянам 6.13.22 И да посрамится враг, ничего не имея сказать о нас вухаризме. Ититут 2.8. Так повествует святой Афанасий и хоть не замечено потом Ниге что святой Антоний рассказывал о том другим но сомневаться что он не следует потому что знать о виденном нужно было не столько для него сколько для других а о другом того же предмета касающемся видения не замечено что он рассказывал его и другим святой Афанасий пишет вел святой Антоний однажды разговор с пришедшими к нему братьями о состоянии души по смерти и о том где будет ее место пребывания следующая затем ночь зовет его некто слышу говоря встань выйди и посмотри Антоний выходит ибо знал кто приказывал ему и возвет взор видит какого-то великана безобразного и страшного который головой касался облаков